Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас речь пойдет о подкормке таких культур, как лук и чеснок. В сущности, что лук, что чеснок, довольно неприхотливые растения и и так растут нормально. Особенно если место выбрано после хорошего предшественника. Обычно всегда так и стараюсь делать. И, конечно, и лук, и чеснок вырастут без подкормок, тоже неплохо. Но если есть возможность и если есть желание получить урожай получше, то это можно и нужно сделать. У меня есть и то, и другое. Есть свежий куриный помет, раствор которого я постоянно использую для подкормок. Есть и желание получить урожай получше. Времени это занимает немного. Так что сейчас буду подкармливать и лук, и чеснок. Чеснока вот две грядочки. Лука примерно столько же. Ну, может быть, грядки здесь чуть-чуть побольше. На все про все уйдет 4-5 дистилитровых ведер раствора. Это все займет минимум времени. Подкармливаю обычно и лук, и чеснок. Ну, где-то во второй половине мая. Лук хорошо подкармливать, когда он примерно в таком состоянии. То есть он уже пошел в рост. И самое время добавить ему питательных веществ. А зимный чеснок развивается побыстрее, чем лук. Поэтому его можно было бы подкормить чуть-чуть пораньше. Ну, на недельку. Но не было у меня такой возможности. И погода была неважная. Но и сейчас подкормка чесноку очень даже пригодится. Головки завяжутся в этом случае более крупные и более качественные. Есть еще и лук-шалот, тоже вот грядочка. Тоже его очень хорошо подкормить этим универсальным, быстродействующим удобрением, куриным пометом. Раствор куриного помета готовлю для всех культур одинаково. Накладываю в ведра подходящее количество куриного помета. Делаю это с таким расчетом, чтобы пропорция была примерно 1 к 15. Это, конечно, все на глазок. Большой роли здесь это не играет. Но все-таки, тем не менее, примерно так. Развожу свежий куриный помет водой. И куриный помет размешиваю. Размешивается он очень хорошо. Затем наливаю готовый раствор в лейку. Обращая внимание, что никакого настаивания не делаю. Будут потери азота, этого не требуется. Все подкормки делаются после полива. Вот политый чеснок, политый лук. И подкормку делать сейчас очень хорошо. Затем из лейки спокойно поливаю грядку. В данном случае с луком. То, что в брызги попадают растения, страшного ничего нет. Потом грядку ополосну чистой водой. Примерный расход раствора. Ну, где-то 10 литров на 5 квадратных метров. Все это, конечно, очень примерно. Ну, где-то вот такие ориентиры можно применять. Все, вот эта грядочка лука подкормлена. Точно так же подкормка делается и для чеснока. Ну, если поливать совсем уж аккуратно, то, может быть, даже и не нужно потом омывать перышки лука и чеснока от попадающих на них капель раствора. Ну, я лучше ополосну и получится очень хорошо. Все, чеснок тоже подкормлен. Чистая водичка из лейки очень хорошо смывает капельки, попавшие на перышки лука и чеснока. Во всяком случае, за много лет использования вот такого метода подкормки ни разу каких-то ожогов не наблюдал. Если нет в наличии куриного помета, то можно использовать и коровяк, и конский навоз в растворе. Можно делать травяной настой, то есть идет любая органика. Стараюсь не использовать минеральные покупные удобрения, поскольку органические, конечно, имеют ряд преимуществ. Все, грядочка лука готова к дальнейшим подвигам. Также точно ополаскиваю и чесночок. Обычно за сезон делаю одну единственную подкормку для этих культур. В первое половине вегетации. Этого бывает вполне достаточно. Чтобы увеличить урожай. Ну а куриный помет, это очень хорошее, очень сбалансированное, супер быстродействующее органическое удобрение. Применяю его и в растворе, применяю его и в перепревшем виде. Как правило, в этом случае, в нашу осенью. И результат всегда очень хороший. Ну вот, собственно, и все. В конце пожелаю всем огородникам не забывать про такое очень простое агротехническое мероприятие, как подкормка, использовать его, получать хорошее урожае. Всем всего самого доброго. До свидания.